Казахстанский боксер второго среднего веса Нурзат Сабиров нокаутировал мексиканце Рокки Монтаю. Их поединок прошел в рамках вечера бокса в канадском Квебеке. Бой был рассчитан на 8 раундов, но завершился во втором победой с Сабирова техническим нокаутом. Для 24-летнего Сабирова эта победа стала 8-7 нокаутом в 8 боях в профи. А 36-летний Монтое, дебютировавший в профи в 1997 году. Потерпел третье поражение при 32 победах, 22 нокаутом. Напомним, что Сабиров дебютировал в профи в 2017 году и все бои провел в Канаде. Это связано с тем, что его дело ведут менеджер Анна Рева и канадская компания I of the Tiger Management. Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил о готовности спуститься вниз и провести бой с обладателем титулов WBC. WBA супер в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом. Накануне Бивол успешно защитил титул, победив Жану Паскале единогласным решением судей. На пресс-конференции россиянин высказался относительно возможного перехода в суперсредний дивизион, где 15 декабря дебютирует Альварес. Это хороший бой и многие хотят драться с Канело. И я, конечно же, тоже, знаете, я всегда говорю своей команде, я хочу большие бои, громкие имена, пояса, организуйте, если есть возможность, если у вас нет возможности устроить объединительный поединок в моем дивизионе, то я готов спуститься на категорию ниже и сразиться за пояс, ведь я хочу большие бои, я готов. Но все зависит от моей команды. У меня есть пояс, но я хочу больше, ведь я знаю, что если у меня уже есть один титул, то я могу завоевать еще больше, сказал Бивол. Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA супер в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, заявил, что Всемирная боксерская ассоциация WBA обязала абсолютного чемпиона мира Александра Усика провести бой с россиянином до 10 марта 2019 года. Усик останется в первом тяжелом весе и оставит титул WBA, WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года, сказал Корнилов. Лебедев являлся чемпионом мира в отпуске по версии WBA, он не выступал во всемирной боксерской суперсерии, в ходе которой Усик собрал четыре чемпионских пояса, для сохранения титула он обязан сразиться с украинцем. Журналист Baxing News 24 Логан Гарсия считает, что Альварес может подняться и в полутяжелую весовую категорию. В декабре Канело будет драться с Рокки Филдингом, он хочет добавить титул чемпиона мира в третьей весовой категории в свою коллекцию, вдобавок, Канело не исключает перехода в полутяжелый вес в ближайшем будущем за очередным титулом, вряд ли он думает об этом прямо сейчас. Но такой шаг возможен в будущем, считает Логан Гарсия. Субтитры создавал DimaTorzok